здравствуйте друзья у нас при том что три с половиной тысячи видео на канале периодически возникают вопросы которые никто никогда не задавал и причем хорошие такие вопросы вот сейчас такой вопрос я считаю человек спрашивает михаил вот вы где берете интерншипы для ваших студентов может быть можно просто вот там человеку пойти и взять его там этот интерншип самому тоже ну давайте поговорим откуда берутся энтерншипы и тогда может быть это станет яснее потому что вопрос правильный если вы будете знать где найти интерншип если нужен интерншип то конечно это совсем другое дело только мы сначала может быть знаете что мы сначала давайте поговорим что такое internship потому что некоторые думают что internship это такое вот такая работа где но либо там совсем ничего не платят бесплатный internship либо ну что-нибудь незначительное платят 10 долларов 12 может быть 15 вот такая то есть люди думают что internship это там где мало платят или совсем ничего не платит это не совсем так хотя безусловно ситуации бывают разные то есть может быть некоторые называют это интерншипом просто чтобы взять кого-то на три копейки но сама идея интерншипа состоит в том что человек закончил учебное заведение и дальше это учебное заведение договаривается с компаниями причем чем более престижное учебное заведение чем более желанный выпускники этого учебного заведения тем проще там учебному заведению пристраивать своих выпускников компании к ним приходит и обычно это так даже если серьезный там университет и там допустим люди получают там бакалавра мастера или там допустим юридическую профессию то их берут на интерншип с тем чтобы если они понравятся и их оставить то есть как бы изначальная задача компании берущий студента на интерншип состоит в том чтобы его оставить и как бы наращивать компанию то есть 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 так такое понятие интерншипы тоже но для этого вы должны учиться в университете и как бы желательно в хорошем университете там и так далее то есть надо быть определенного возраста определенного как-то сказать уровня владения языком там и так далее вот для молодежи это замечать теперь кроме этого что у нас есть кроме этого есть интерншипы которые из city college например гражданам перепадают вы можете взять классы в сети колледжи сити колледж будучи государственной организацией дружит со многими государственными организациями вот например у нас city college тут локальные дружицы нас а вот одна государственная организация другая государственная организации или какой-то вот там такое значит единение поэтому я знаю вот людей которые в нас там проходили интерншип причем это на год я помню одна женщина случилась она вот тоже какие-то классы брала в сити колледжи не скажу даже по какой профессии набрала какие-то классы и и послали на год на интерншип в нас и она 25 долларов в час получала хороший интерншип слушает после сити колледжи это даже не после там какого-то университета и когда она к нам попала уже года через три после этого она не могла потом работу найти а может не очень искала там по всякому короче она пришла и такое резюме показывает это в насе работала и я там юга что ты делала она там типа дэйты бэйс администратор но и когда я начал так уточнять что собственно там делала она делала дэйта entry она вводила информацию вот типа машинистки там такой поэтому что я хочу сказать конечно когда тебя берут не за то что ты там что-то а вот организации договорились тебя туда послали как бы соответственно они ее берут но они у них нет какого-то интереса в ней конкретного специфического как она сидит там вот и деньги заплатили все то есть не то чтобы это плохо я хочу сказать что многие люди с удовольствием получали бы свои 25 долларов в час и занимаюсь бы даже дэйта entry но но в нас и как-то вот после этого пытались бы найти другую работу потом может быть дополнительно учили так вот источником интерншипов является университет приличный или не самый приличный университет источником является city college который не гарантированно но но довольно многих народ людей посылает на интерншип конечно city college в этом смысле он не такой знаете там много профессии там много дисциплин знаете вы набирали вот такой класс такой класс вот вот есть такой интерншип ты пойдешь то есть это не обязательно будет интерншип по тестированию для того кто учился тестирование то есть на интерншип по тестированию может попасть человек который начал база данных человек который изучал тестирование может попасть на интерншип по там я не знаю поддержание серверов там день почтовых я не знаю это большая очень организация там много такого но там тоже есть интерншипы следующий источник ну вот есть такие как мы например да то есть даже уже и не city college а такие маленькие учебные заведения которые специализируются и которые тоже пытаются стараются значит своих выпускников отправить на интерншип но у нас как бы другая задача мы все-таки коммерческая организация то есть нас никто не субсидирует если завтра например вы перестанете находить там интерншипы или работу после city college и city college материально не пострадает ему государство деньги дает а мы просто из бизнеса выйдем если это произойдет поэтому мы конечно очень стараемся и вот вопрос где вы берем 10 лет ушло 10 лет ушло на то чтобы мы стали в состоянии для каждого студента там находите интерншип причем это произошло где-то в 2004 году это была рецессия студентов уже выходил вышли из-за естественно студентов было мало и вот на том уровне мы вдруг стали в состоянии это делать откуда мы берем интерншипы у нас много выпускников у нас несколько тысяч выпускников и эти выпускники приносят интерншипы они со времени остаются менеджерами директорами по тестированию многие даже не доходя еще до этого уровня просто предлагают менеджеры гайд слушай давай там пацанов возьмем там пусть там тес кейсы гоняют поэтому за за столько лет за 20 лет нас уже очень-очень многие знают вот так получается значит мы конечно тоже иногда вот софия у нас которая занимается плейсментом софия обзванивает народ который работает софия обзванивает тех кто там три года назад брал интернер больше не появлялся может быть они сейчас возьмут такая работа проводится но что еще может быть мы иногда видим какие-то объявления там ну скажем на крекс листе там компании там не рекрутеры вот и софия там менеджеры без слушая возьми у нас интернов мы там такая-то школа такое может быть значит теперь что еще возвращаемся теперь к теме где человеку взять интерншип если он не хочет ради этого там идти поступать в учебное заведение платить деньги за обучение вот вот может быть ему где-то самому интерншип значит еще раз я повторяю что интерншип по задумке своей это продолжение учебного процесса когда человек учился в каком-то учебном заведении и дальше он по специальности приобретенный в учебном заведении значит он учит и государство которое в принципе запрещает бизнесом брать интернов бесплатных в соединенных штатах запрещено бизнесом брать бесплатных интернов бесплатным можно быть в нон-профит организации можно быть в госпиталях вот вот это где можно все остальные должны платить но есть исключение одно очень интересно и отделы кадров знают это значит исключением является ситуация когда прохождение интерншипа является условием окончания программы завершение программ вот в частности мы такое заведение значит у нас для того чтобы получить там свои там сертификаты и так далее в принципе надо было бы пройти вот интерншип и соответственно поэтому вот они берут у нас надо соглашаются брать бесплатно некоторым приходится объяснять то что мы адвокаты им говорят лучше дайте там 10 долларов чем брать бесплатно но в общем можно бесплатно то большинство компаний надо сказать под интерном понимать выпускника университета поэтому они даже не не просто хотят университета аккредитованный университет от может быть частного нестит не аккредитованы из не аккредитованного они не возьмут интерна поэтому как бы по правилам компаний всяких скажем если хотите быть интерна в гугле то вы должны быть значит выпускником университета аккредитованы я так понимаю я не знаю точно так во многих компаниях нам говорили что у них так и чем больше тем вот с этим делом строже значит теперь живой человек хочет получить интерншип то есть какую-то такую практику там я не знаю что у нас есть видео с девочкой молоденькой там лет 24 года из лос-анджелес там целая серия значит этих этих видео она училась у нас в онлайновом классе а сама живет в лос-анджелесе и в принципе она нашла работу на рынке и на хорошие деньги там и все дела но пока это произошло значит будучи человеком активным она там обнаружила в лос-анджелесе организацию которая пристраивает людей на интерншипы то есть бизнеса туда обращаются организации как бы таким вот посредником выступает и ее взяли на два интерншипа ее взяли на один платный за 10 долларов в час по тестированию один бесплатный тоже по тестированию но в итоге она получила на той же неделе она получила хороший джопов и она туда больше ну соответственно и не нужно было уже этих интерншипов но отвечая на вопрос где взять интерншип но вот например так если вы хотите чтобы дал я вам дал список всех организаций где можно получить интершип у меня его нет я я не знаю я просто слушал девочку и сам как бы думаю надо же вот мне так интересно оказывается вот так тоже можно то есть для меня это тоже было некоторым открытием в кремниевой долине я такой организации не знаю чтобы можно было туда обратиться есть какие-то веб-сайты там типа там интерншип там датком или там даткорг я я не знаю я иногда так вот заходил но желающих получить интерншип миллион значит дальше тех там кто хочет его предложить там практически нет и в чем на этом все заканчивается но вот эта организация в лос-санжелесе у нее были предложения хотя как интересно вот что еще можно делать можно например пользоваться таким сайтом как крекс лист на крекс листе компании предлагают они как интерна возьмем или там entry-level возьмем кого-то и они уже не так переборчивы в том откуда человек из какого университета и так далее то есть это уже на уровне менеджера там может быть решается менеджер дает бюджет там 10 долларов сейчас они бесплатного как правило там не ищут еще там за 10 за 12 за 15 есть какой-то маленький бюджет он называет это интерн вот и дальше вперед значит можно так но понимаете каждый раз когда такая позиция возникает желающих много это вот эта пирамидка понимаете вот чем выше квалификации тем меньше народу а чем больше выше квалификации затем больше народу вот а спрос наоборот значит чем выше квалификации тем больше спрос чем меньше квалификации значит тем тем меньше спрос поэтому вот эти две пирамидки они так плохо сходятся друг другом пойти вот так и Сложно Сложно Но поскольку подавляющее большинство людей Которым нужен был бы интерншип Они в общем-то не очень грамотны В том как его найти Или они не представляют Всего разнообразия Способов То соответственно те кто более Разнообразны, энергичны Активны, у них шансы резко Возрастают, резко Я уже не говорю что есть методы Более продвинутые, я не хочу вам Сейчас голову этим морочить Но Все таки Имейте ввиду что интерншип Это когда ты учился где-то Вы можете сказать что я там онлайновый Класс брал, вы можете сказать что я сам учился Наверное так тоже можно Но Мы в таком мире сегодня живем Когда границы как бы разбываются Все не так жестко Как раньше было То есть как бы учился Но неформально То есть сертификата у него нет Где-то он так Видео смотрел Допустим там Я не знаю Вот у нас висит там 20 часов Вы можете сказать что вы прошли курс Но У вас нет сертификата У вас нет никакого документа Вы не сдавали никаких тестов Ну так прослушал курс Но может быть и достаточно Я как бы хочу сказать что Есть разнообразие То есть рынок очень большой В силу этого очень разнообразный Очень открытый Очень гибкий В мире программного обеспечения На порядке Все гибче и доступнее Чем например в мире там Электроники Там hardware design Какой-нибудь там Logic design Verification Там очень жестко Там требования очень-очень жесткие Здесь посвободнее Либерально Вот Ну что еще сказать Мы на самом деле С другой стороны тоже Это все обсуждали То есть если ты уже резюме пришлешь То ты проекты какие-то покажи Некоторые говорят Закончил курс Ну что ты что Ты закончил Ты проекты давай Вот у тебя же были учебные проекты Ты же делал что-то Ну вот напиши Вот был учебный проект Я в нем вот это Вот это Вот это делал У меня вот В том курсе На русском языке Который я там Докладывал Там есть маленькие такие Апликушечки Для Совсем простенькие Одна там была Веб формочка Которая собирала информацию Там с граждан О том Какие у них там Потребности в услугах связь Но мы тестировали эту формочку Она есть Можно пойти Потестировать Баг-репортов Написать Тест-кейсов Написать И мы это все разбираем Другая там была Апликушечка Мы разбирали Она резюме составляет Из готовых модулей Я когда-то для себя Сам заказал А потом отказался От этой идеи Вот мы тестируем Эту апликушечку Она есть Ну пожалуйста И есть на видео Как мы это делаем Значит потестируем Подготовься Напиши в резюме Но не один буллет Там тестировал Там резюме билдер А напиши 5 Напиши 10 А почему 10-то не написать Изучал требования Там находил ошибки Соносил в базу данных Там я не знаю Вписал тест-кейсы Там Изменял тест-кейсы Модифицировал Чтобы адаптировать Значит их К новой версии Значит Делал регрешн-тестинг Чтобы Значит убедиться Что ничего не сломано В новых версиях Общался с программистами Ну я не знаю Удаленными Там допустим Участвовал в митингах Ну что обычно люди пишут Вот И А у нас были митинги Мы же там собирались За сотню народу Участвовали То есть Я к чему говорю Что Если у человека резюме Более-менее адекватное Заполнено проектами Уже другой разговор Значит Где вы Вряд ли найдете Интерншип И Лучший Ну я бы не стал Этого делать Мой совет Потому что Это Реджекшн То есть Когда отказывают вам Или посылают Или игнорируют И так далее Для большинства людей Это в общем-то Неприятная Стрессовая Негативная штука Вот ты как Рыба облёт Облёт Бьёшься Звонят какие-то люди Узнают Что ты хочешь Больше никогда не перезванивают Всё это пропадает И ты думаешь Чего я столько времени Потратил Никакого результата Значит Вот это С вами произойдёт Если вы будете искать Интерншип На таких Сайтах Как DICE Или Там допустим Monster Career Builder Там где Работает много рекрутеров Там где делаются Большие деньги В этом бизнесе И так далее Там практически Нет ничего Идущего Прямо от компаний Работают Профессиональные люди Которые В основном Зарабатывают На менеджерах На На executives На senior level Специалистов И так далее Там Даже если у вас будет Пару лет опыта Всё равно Очень сложно Потому что Всё-таки Спроса больше На тех У кого 5 5-7 Там 10 И больше Поэтому Но Тем не менее Значит Но с двумя годами Куда не шло А допустим Совсем на интерншип Конечно Я С очень большим трудом Себе представляю С очень большим трудом Хотя объявления Иногда бывают Вот если вы пойдёте Там на Не знаю На DICE И скажете По всей стране Вот Все Соединённые Штаты Там Все 50 Штатов Там QA Интерн Или там Интерншип Попробуйте так Или так Или там Софтвор тестинг Интерншип Вы за месяц Если будете за месяц Искать Может быть По всей стране За месяц Вы найдёте Там Десяток позиций Я думаю Что найдёте Но Просто Этот десяток позиций Так устроен Что Может быть На Аляску Если вы согласны Там на 6 месяцев Может вас бы и взяли Я не знаю Но тоже Даже на Аляску Будет много желающих